Доброе утро. Это Разница во времени. Короткие чайные новости от ttips.ru В феврале 2019 года, когда в Ростове-на-Дону проходил отборочный региональный турнир T-Master's Cup, я, кроме участия в турнире, гостил у Тимура Казьмина. Не первый раз уже гостил. Тогда Тимур возглавлял бюро «Эмильман», которое после ребрендинга стало IT-командой «Небо», сохранив при этом и характер деятельности, и уровень работы, и логотип с самолетом. И удивительно чайно-самолетную атмосферу офиса, который является одним из самых интересных чайных пространств из тех, которые мне довелось посетить. Тимур, если вдруг кто не знает, в прошлом был одним из основателей проекта «Лаос-Ти», одного из первых современных чайных проектов с российским участием, расширяющим чайные горизонты за китайские рамки. Это потом все ломанулись в Грузию, чай делось. А в 2012 году наши люди запускали проекты в Лаосе и Таиланде. Так вот, Тимур, повторюсь, руководит IT-проектом, а чай для него является одним из серьезных увлечений вместе с живописью и авиацией. Ну а теперь сложите все это вместе. Существует успешный IT-проект, у которого есть большой офис, и руководитель которого увлечен чаем, живописью и авиацией. Во что должен постепенно превратиться офис такого проекта? Правильно, в чайно-живописно-авиационное пространство. Ну вот он и превратился. На меня лично наибольшее впечатление произвел стол, представляющий собой накрытый прозрачной столешницей разрезанный авиационный двигатель. Этот стол нельзя назвать чисто чайным, он многофункциональный, но чай за ним тоже пьют. И тогда этот двигательный чайный стол, конечно, начинает конкурировать с самыми необычными чайными столами. А еще по всему офису развешаны картины Тимура с самолетами, разложены игрушечные самолетики, на полу встречается самолетный орнамент, а на офисных кружках рисунки с самолетами и разные самолетные слова. И во всей этой самолетности работают люди, свободно обращающиеся с традиционной клубной чайной утварью, и способные в любой момент приготовить чай для себя, коллег и гостей. Получается очень эклектично и атмосферно. Пожалуй, это один из немногих офисов, в котором я бы с удовольствием поработал. Картинки из этого офиса я приложу к сообщению, там есть что посмотреть. Шанхайское агентство Civilization отчиталось о создании двух рекламных роликов для чая в бутылочках Master Kong. Ролики получились банальными, но симпатичными. Драматургия там простая, как пять копеек. Посмотрите, какие хорошие люди и как душевно делают чай, который потом оказывается в наших симпатичных и премиальных бутылочках. В одном видео роль славного мастера играет аккуратный старичок, в другом – чудесная мама с дочкой. За все время существования чайной видеорекламы сюжет с радостными сборщиками и производителями чая стал настолько привычным, что породил пласт вторичного ироничного контента. Типа сборщицы чая на чайных плантациях и не подозревают, что собирают чайный лист с любовью. Ну и вот стало быть еще один вариант этого классического сюжета. Оба ролика будут в сообщении. Смотрел я, смотрел на эти ролики и поймал себя вдруг на совершенно стариковской мысли о том, что тема сбора и производства чая в современной чайной рекламе совершенно десексуализирована. И это несмотря на то, что и в чайном фольклоре традиционных чайных стран типа Китая и в современной чайной реальности постколониальных чайных культур тема близких межполовых отношений представлена в широком диапазоне вариантов от мягкого романтического эротизма до безысходной сексуальной эксплуатации. И, что, конечно, характерно для современных времен, сексуальная эксплуатация на тех же чайных плантациях в медийном пространстве присутствуют, хоть и не в рекламе, а позитивная романтическая эротика напрочь игнорируется. А очень хотелось бы увидеть рекламный ролик, в котором по чайным плантациям скачут нежные, но энергичные девственницы и эротично собирают чайный лист под зонтичным слоганом «Мы все делаем сами». Это была Разница во времени. Оперативные чайные новости от TTIPS.ру. Удачи!